Вопросы социальной защищенности и адаптации инвалидов не теряют своей актуальности на протяжении последних лет. Об этом неоднократно говорилось во время открытого диалога. Количество инвалидов, к сожалению, велико. Только в Брестской области таких особенных людей проживает порядка 70 тысяч. Очень важно, чтобы те, кто оказались в тяжелой жизненной ситуации, чувствовали поддержку и внимание со стороны здоровых людей. Для этого в стране реализуется целый комплекс методических программ. А между центрами реабилитации и социальной помощи созданы тесные взаимоотношения. Территориальные центры социального обслуживания населения – это подведомственные учреждения Комитета по труду и занятости в соцзащите Брестского областполкома. На равниках и органы по труду и занятости в социальной защите на местах работают по социальному обслуживанию, социальной поддержке инвалидов. В первую очередь, это новые формы социального обслуживания, которые предоставляются инвалидам. Отделения дневного пребывания для инвалидов открыты у нас в каждом уже территориальном центре. Социальное обслуживание на дому, оно также осуществляется в отношении пожилых людей, в отношении инвалидов. Большая здравоохранительная база, содействующая оздоровлению инвалидов, сегодня действует в Брестской области. Коррекционно развивающие центры, комплексы медицинской реабилитации – все это находится на вооружении медиков. Новое оборудование и индивидуальный подход помогают врачам Брещины добиваться серьезных результатов. В городе Бресте у нас открылся областной центр медицинской реабилитации, 120 коек, на базе центральной городской больницы. Мы там также всегда рады их видеть. Кроме этого, у нас есть отделение медицинской реабилитации в городе Барановичи, в городе Пинске, в Кожангородке и в Маличи. Ну и филиал нашего областного центра медицинской реабилитации в городе Белоозерске. Большое внимание уделяется и занятости инвалидов. В регионе работает огромное количество кружков по интересам, проводятся установочные семинары, закупается специализированная литература. Люди с ограниченными возможностями спешат к знаниям, активно обучаются и получают новые профессии. Кроме того, многие из них трудятся на предприятиях области. Большая часть трудоустроена на имеющиеся вакансии. На специализированные рабочие места, это те, которые создаются за счет средств фонда соцзащиты. В этом году трудоустроено 11 безработных. В рамках адаптации трудоустроено уже 25 инвалидов. До конца года мы ожидаем направить на адаптацию еще не менее 5 инвалидов и создать не менее 6 специализированных рабочих мест. Многие из вопросов, поднятых во время встречи, до сих пор не теряют своей актуальности. И то, что за столом переговоров все заинтересованные стороны, дает основания говорить. Работа в этом плане будет продолжаться и дальше. Продолжение следует...